Не собираетесь ли вы писать о современной жизни? Какие проблемы в современной жизни кажутся вам наиболее важны? Это воспитание молодежи. Но я вам сразу отвечу на вопрос. Нет, я не собираюсь писать о современной жизни, потому что я ее не знаю. Ведь, по сути дела, ну, десятилетия я сиднем просидел среди книг. Ну, моряки. Меня часто спрашивали. Причем моряки такие заслуженные, офицеры. Ну, а ты о современном флоте не хочешь написать? Я говорю, нет. Потому что халтурить не люблю и нельзя. А что, флот изменился. Техника изменилась. Изменились, значит, и люди. Мне, чтобы написать доброкачественную книгу о флоте, по меньшей мере, надо прослужить в звании матроса. Ну, два года на кораблях. Но я уже по состоянию здоровья не способен на это. А все, чтобы я так наскоком не написал, это будет чистая халтура. Вам же, морякам, это не нужно. И потому я сразу честно заявляю, нет, я писать не буду. Не буду. Валерий Александрович, вот вы сказали, что у вас все-таки тревожатся проблемы воспитания. Да. Проблемы воспитания молодежи вообще. Да. По подробнее об этом, пожалуйста. И не только воспитание, но и образование. Да. Что вы видите здесь? Ну, вы знаете, у меня несколько сумбурные взгляды на эти вопросы. Я боюсь, что если я начну их извлагать, вы просто где-то, может быть, и вы смеете меня. Но я считаю, что мы слишком много дали молодежи. И мало с нее требуем. Вы понимаете, вот я опять можно возвращусь к своей биографии. Ну, вы знаете, пять классов образования, война, вообще много чего было. И вот нас собрали мальчишек, таких как я. Ну, до 15 там были лет, были даже с восьми классным образованием. И вот что получилось. Мы все, по сути дела, если смотреть на нас с современной точки зрения, мы все не учи. И что же получилось? Все вот эти юнги, все, исключая меня, все они стали образованными. Крупнейшие инженеры, редакторы газет, партийные работники, адмиралы, писатели. Это опять-таки я не касаюсь себя. Среди нас есть писатели. Вот. Потом вместе с Королевым работали. То есть, что это за это? В авиационной промышленности. Сами водили самолеты, водят корабли. Не пропали. Почему? Нам было мало дано. То есть, мы даже вот, простите, я вам честно скажу на словках, корку хлеба ценили. А требовались нас много. А у нас пихают в три горла. И ни черта с них не требуют. Надо жестче быть. Вот, вы меня извините, я сказал то, что я думаю. Может, это и не относится к теме нашей сегодняшней встречи. А почему вот у вас здесь стоит верблюд? Да, в какой-то степени так. Потому что я очень люблю это животное. Осмеянное, в общем-то. В моем представлении, ну, все человечество, пожалуй, делится на верблюдов и арабских скакунов. Особенно это заметно среди творческих работников. Один, как арабский скакун, скачет очень быстро, все ему аплодируют, а потом он вздыхает. Над верблюдом все смеются, а он тянет и тянет и обязательно дойдет до цели. Вот потому здесь верблюд. Я сторонник ремесла. Вы понимаете, дело в том, что заканчивает подросток, девушка, школу, 10 классов. И все за дипломом бегут. Все в институты. А ведь забыли, что рядом лежит как раз то ремесло, в котором народ-то больше всего нуждается. Ну, разве, скажите, плохо быть хорошим закройщиком? Шить сапоги хорошие. Я не знаю, дрессировать собак. Объезживать диких лошадей. Послужить в милиции. Тушить пожары. Да, черт его знает. Масса профессий интересных. Нет, давай, вот не люблю медицину, вот так с души бороть, но нет, все равно пойду, другого выхода нет, получу диплом врача. Зачем? Зачем ты туда лезешь? Ведь у нас было бы намного меньше несчастных людей, если бы все любили свое дело. Потому что тогда бы они каждое утро просыпались без проклятий, что ему надо идти на работу. Он бы с великой радостью ехал бы, давился бы там на троллейбусах, на трамваях. Он бы ехал, его ждет какое-то дело интересное. Так нет этого. Нужно, чтобы человек бы по любви избрал свое дело. Это главный успех развития личности, а значит и всего государства. Валентина, значит, мы говорили с вами о молодежи, о тех проблемах, которые стоят, и вы справедливо говорили перед современной молодежью. И в то же время вот сейчас у молодежи обострился как-то интерес к истории. Вот даже достаточно тот факт, что ваши романы молодежь читает с необычайным интересом. И, как говорится, их не купишь, и стоят в очередях, и так далее, и так далее. И вообще интерес не только к исторической прозе, вообще к прошлому нашего отечества, к старинной музыке, к старинной живописи. Вот чем вы это объясните, как исторический романист, как писатель? Вы знаете, я боюсь, что это настолько все необъятно, что в двух словах даже трудно сказать. И мне кажется, этой темой уже где-то в начале немножко касались. Ну, знаете, если человеку очень долго не давать пищи, он, конечно, на нее будет кидаться. Ну, так долго нам давали куцию, обгрызанную, укороченную историю о наших предках, о нашем государстве, что, естественно, мы стали испытывать чисто исторический голод. То есть, я вот недавно прочел, во, «История и историки» за 81-й год. Тут академик Генкина пишет, как она училась в школе Покровского и все прочее. И вот они уже стали уже учеными, уже они обросли научными званиями. И вот перед войной они стали очень часто, все вот эти выпускники вот этой школы, стали часто встречаться в публичной библиотеке Ленина в Москве. Чем это объяснялось? Они изучали, читали тогда впервые Соловьева и Ключевского. И когда в кулуарах выходили поговорить, они, удивляясь, говорили, «Боже мой, почему же мы не знали? Оказывается, вон какая была большая история». Ну, понимаете, мое счастье в том, что я начал не с каких-то чисто социальных движений, не с историй именно революции, не с декабристов. Я начал где-то издалека со времен освоения русского севера русским человеком. Это времена еще варягом. Вот мой первый путь в историю. Я изучал историю тех самых полярных краев, которые во время войны пришлось защищать. Вы знаете, там обстановка такая. Камни, вода, небо. И, кажется, там история никакая не выживет. И вот когда я развожил перед собой книги по истории русского севера, я просто обалдел. Боже мой, какая великая, большая история. Причем грамотная, не дикая. Шли ведь не за тем, чтобы кого-то там обманывать, насиловать или грабить пушное зверье и ловить китов. Нет. Там были культурные центры, большие, хранители наших древнейших рукописей. Личного оружия князю Пожарского, Дменина. Там были богатые библиотеки. Когда Ричард Чанцлер, впервые еще при молодом Иване Грозном, случайно попал в нашу северную Россию, он в каждом доме видел чистоту, порядок, здоровье и видел книги древнего благочестия, обернутые в чистые полотенца. Для него, для англичанина, страна была тогда отсталая. Никто не читал ничего. Для него это было новостью. Вот такой была Московья. И от истории русского севера я обратился к нашей общей истории. Начал я, может быть, для самоучки и простительно, но я начал с другого боку, с изучения российской генеалогии. Я когда-то обладал очень хорошей памятью. Я мог наизусть, как чтец, как яхонтов поэма Маяковского, я мог читать родословные таблицы, ну, главнейших русских родов, ну, скажем, Голицыных и Долгоруких. Я и сейчас, если мне когда попадется в книги какой-либо Голицын или Долгорукий, я уже не помню, может быть, чей он внук, но я точно скажу, из какой он ветви. Это у меня сохранилась любовь к родственным отношениям внутри русского государства. Вот. И вот как-то, в общем, так я начал входить в историю с изучением ее. Ну, как видите, опять-таки я начал, опять, не как все нормальные люди, а именно со стороны нашего арктического побережья. Субтитры создавал DimaTorzok